здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галена конышева ну сейчас идет очень интересное время и раскрываются многие коды сатанинские каббалистические и этот ролик он посвящен как раз этой теме я даже не ожидала что открою для себя еще одну компанию интересную которая движение это родилось насколько я понимаю в сша может быть не только в сша даже даже толком не знаю суть это не меняет оттуда это все идет потому что прислала мне письмо на почту подписчица моя она живет в сша мы договорились что не город не ее имя фамилию или какие-то персональные данные я не разглашаю а говорим о сути и вот это самое письмо добрый день галина меня вот так то зовут я ваша подписчица в youtube канале недавно начала вас смотреть хочу выразить вам огромную благодарность за ваше знание из возможность расширить свое сознание смотреть на вещи по другим углом вы меня вдохновляете на определенное осмысление я хочу с вами поделиться одним праздником который проходил сегодня у нас центре города накладываю на него в это в это может я и заблуждаюсь поэтому интересно ваше мнение как эксперты символики начну сначала сегодня 6 октября 2023 года я семьей недавно переехала переехали в новый город получается мы живем на границе между но не буду говорить где недалеко от нас есть детская площадка рядом газон и большая огороженная поляна там всегда много детей после школы это место находится в людном месте можно сказать на центральной улице мы с дочкой пошли на детскую площадку и там увидели что проходит какое-то мероприятие на этой поляне я посмотрела на вывеску где было написано собачий фестиваль поэтому мы решили заглянуть что там происходит то ли вывеска старая другого мероприятия осталось то ли специально так сделано к сожалению не сфотографировала оказался какой-то детский праздник там детям давали срезанные пластиковые бутылки на проволочке похожие на фонаре надувные шары с лампочкой внутри и бумажные китайские фонарики это все можно было взять и украсить разноцветными бумажными салфетками положить светящиеся лампочки затем повесить на ниточку и провязать кончик у деревянной палочки получается как удочка только вместо крючка висит этот фонарик ну вот уже интересно было несколько столов где на каждом из них лежали ножницы и клей чтобы украшать фонарики также разноцветный пластиковый контейнер с qr-кодом где можно по ссылке пожертвовать любую сумму я пыталась несколько раз это сделать однако у меня не получалось из-за отсутствия нужного приложения на телефоне могу сразу сказать что совершенно хорошо что не получилось то есть не совершили конклюдентных действий хотя какие-то действия все-таки были совершены если это было предложение аферта а это предложение аферта время шло людей все больше прибывает я обратила внимание что некоторые люди украшали фонари страна наклеивали вырезанные из салфеток грибы и звезды флаг лгбт затем стали появляться люди в странах страшных костюмах и представители лгбт окрашенные волосы юбки одна женщина была в черном и рожками на голове играла во что-то с детьми возле входа стоял то ли парень то ли девушка фигура и голос мужской но с длинными волосами и большая грудь без бюстгальтера на нем была футболка с радугами а рядом стояла девушка с крашенными длинными розовыми волосами стали приходить духовые оркестры разодеты в лгбт стиле все готовилась к вечернему параду я стала чувствовать себя дискомфортной хотелось уйти но дочка хотела тут еще остаться дождаться вечера чтобы посмотреть как светится сделанные нами фонарики в сутки фонарики они делали там было много детей и и возраста я ничего не подозревала пока на один момент где увидела посередине поляна напротив входа надутый шар в виде земли и мне захотелось сфотографировать дочку возле этого шара где заметила флаги символами воткнутыми рядом тут меня осенило что происходит хрень какая-то я спросила рядом стоящего мужчины что за символы что за праздник он был один из организаторов расставлял на большом столе бумажные пакеты жуткими рисунками положил в них какие-то светящиеся предметы мне сказали что это символ на флаге песочные часы время идет и нужно спасать планету на поляне также были цифры от 1 до 7 прикрепленные высоко на палках мне сказали что это ориентировка для духовых оркестров и скоро будет парад шествия мне стало совсем не по себе хотелось уже уйти поскорее но ребенок сопротивлялся чем больше людей стало пребывать тем больше детский праздник превращался в нечто мрачное я дала ребенку пять минут поиграть с бумагой за столом затем пойти домой тут ко мне подходит одна женщина с удочкой фонарем и просит ей помочь чтобы я подержала фонарь я видела когда этого она спокойно держала и украшала этот шар в руках и непонятно зачем она меня просит подержать уже готовый украшенный ею шар я ей отказала в этом она удивилась и фыркнула потом взяла свой шар руки сделала вид что она якобы там что-то поправляла но это были секунды я тут же сфотографировала фотографию я прикрепила внизу руки она держала фонари украшенные грибами после мы оставили там наши фонари лопнули шар и ушли до начала мини парада я мало успела сделать фотографии так как торопилась уйти галина посмотрите пожалуйста фотографии короткие видео если будет желание дайте экспертную оценку был ли это обряд или мне все показалось отразится ли не готовно как-то на нас так как мы там были я накладываю на все это вето и не хочу быть участницей подобных праздников по защите планеты странно все праздник вроде о защите окружающей среды но при этом столько пластика я имею ввиду бутылки из которых дети взрослые делали фонарики не только бутылки но и но и шарики и так далее так далее давайте посмотрим видео здесь пока я ничего такого не увидела вот просто они собираются потому что вот символы лгбт надо было конечно конкретно с ней заснять просто общий такой вид получается вот где-то они в грибы какие-то странные одеяния но пока здесь вот лгбт не вижу пока непонятно мне самой было сначала непонятно насколько я понимала речь идет вот об этой женщине и об этих пластиковых бутылках действительно пластика много и грибы у них вот грибы у них какие-то поганки ну вот не чтоб какие-то нормальные грибы съедобные нет вот поганки рисует ну хорошо опять таки здесь еще ничего такого не видно вот так это все выглядит то есть собирают детей подключают детей каждый должен сделать свой фонарик насколько я поняла из описания письма вот такой какой-то праздник в загородке здесь огорожено все поляна такая опять-таки пока здесь ничего такого учетом у них в сша как-то посмотрим да видно что это не похоже на что-то наше даже не знаю каким чутьем понимаешь что это что это не у нас из лгбт я так и написала ответила что я увидела только пока вот эту женщину странно одеты вот вот эти гольфы здесь еще ну как клоуны одеты здесь еще пока ничего такого я не вижу да вот цифры не собирает опять-таки пока пока ничего такого вот так они одета пластика много и якобы этот праздник посвящен охране земли вот такая фотография вот там с детьми занимаются детей много да вот дети и вот насколько я поняла вот эта символика вот протест протест действительно все очень мрачная очень черная хотя они вот тут улыбаются но раздает опять-таки эти пластиковые пакеты людям сколько будет еще мусора и очень много детей маленьких очень много маленьких детей вот она вот эта символика черном круге черные песочные часы на синим на красном есть еще там и на зеленом фоне хочу сказать что я до этого не знала эту символику да вот такой пакет я бы никогда себе не взяла он уже неприятный но детей подключают вовлекают это называется вовлечение интерактив а вот шапочка насколько я понимаю вот она вот уже такая интересная тетка одета взрослые это это уже устроители детки маленькие ничего не подозревающие вот полно детей деток полно что эта шапочка интересно вот на красном фоне тоже такой флаг я естественно потом пошла смотреть эту символику потому что лгбт вот так вот я откровенно по крайней мере на этих присланных снимках я не увидела а вот что это за символика спасем спасение планеты надо было посмотреть и вот это такой надутый шар земля земля рядом с ней до были вот там эти с другой стороны по всей видимости вот кнуты вот это вот эта странная символика я ответила что да надо ставить и вето и вот 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 эту формулу которая работает мне мужчина написал один что применял ее в каком-то своем случае и у него сработало так что они такие уж мы и беспомощные но вот еще раз фотографии крупным планом вот эти странные люди знаете какие все-таки они странные эти американцы но дети вот дети то обычно и когда они вырастают что с ними будет когда не на все это насмотрят вот этот грибочек черепаха с глазиком и вот он этот флаг символика еще раз я просто показываю уже крупнее вот такой этот праздник выглядит дальше вы правы я вспоминаю там был подросток на голове у него была черная шапка с глазами крестами и он также украсил эту бутылку символом смерти вето еще запомнилось похоже что брат с сестрой странными шапками на головах есть позже уже обнаружила на фотографии на вот эти вот брат сестрой с такими шапками вот такие вот вещи уже показывала и у него тоже мальчика тоже такая шапка а бабочка это принципе символ извините это педофильский символ сейчас и поэтому так сама тебе бабочка то ничего не означает это хороший вроде бабочка и бабочка но смотря в каком контексте смотря в каком контексте и что там еще была за символика конечно если бы мы посмотрели подготовлены уже таким взглядом то то конечно мы бы увидели наверное очень много поставили в это на это сборище флаг у них символ умирания они якобы против умирания но как вы правильно пометили этот пластик везде мусор поэтому делает не в поддержке умирания все кто в этом участвует аферту на вымирание вашей интуиции вас нет не подвела поздравляю вы отреклись от их аферты не поняли программу на умирание себя и своего рода если вы позволите я сделаю ролик вот но еще один такой момент вот она мне написала тоже подсказку дала ангалина сильно только что узнал что вчера 6 октября началась война в израиле вот такая информация попалась на глаза просудный день скорее всего вы уже знаете про этот день еще больше убеждаясь насколько важно обладать конкретной корректной информации чтобы не попасть чужие лапы на этом празднике до того как начала осознавать что происходит когда посмотрела на он но впервые почувствовал на физическом энергетическом уровне что эти люди подростки какие-то бесформенные существа потерянные непонятно что из себя представляют там нет ни капли созидания уже на обратном пути домой идя через другой парк там тоже играли люди в кругу на духовых инструментов мимо проходили обычные прохожие и странные разодеты в существа я еще подумал что же за день такой что все оркестры выходили играть на улицах особенно шумно было где-то в семь вечера так как звуки оркестра доносились когда мы уже были дома благодаря вашей информации также последнее время стал замечать разную масонскую символику даже на здании где проходили местные выборы хотела с вами поделиться однако все никак не решаю ставлю им вето и к формула к единому виду человека разумного счастья процветания благоденствия слова твердо я вас еще раз благодарю за вашу обратную реакцию и поддержку и вот она присылает вот эту начало войны судного дня и сегодняшние события похоже неожиданностью нападение на израиль в обоих случаях цахал явно был захвачен расплох претензии высказывались в адрес массада израильской разведки война 6-25 октября 1973 года называется войной судного дня потому что впервые первые военные операции египетские и сирийские войска провели в ом кипур то есть в это еврейский праздник который считается в иудаизме днем вынесения приговора на следующий год всем живущим для иудеев этот день строгого поста и молитвы жизнь в стране меняет обычный ритм не работает транспорт в целом населению недоотражение внезапных атак оказывается это вот этот иудейский праздник и ом кипур который считается в иудаизме днем вынесения нормальный у них праздник днем вынесения приговора на следующий год всем живущим это но это куда это вообще их занесло и здесь сразу меня возникает вопрос вот как раз по цифрам шатуновского концерта якобы ему в память там праздника они собираются и гудин там иудин праздник собираются проводить и как раз вот оказывается вот в иом кипур праздник который считается в иудаизме днем вынесение приговора на следующий год всем живущим ну видимо все таки интуиции меня тоже не подвела когда я сказала что это принесение аферты предложение аферты и все люди которые в этом участвуют будут нести коллективную вину вот им будет приговор за то что произошло с шатуновым вот получается так вот еще одно совпадение естественно это мое личное мнение могу ошибаться потому что не сильно в этих иудейских праздниках но все-таки надо это все дело изучать потому что очень много всяких вещей нехороших происходит как-то вот связи с этим и что-то они здесь створят и прыгают но и люди погибают это же не просто так там какой-то у них праздник это же гибнут люди как жертвоприношение какое-то происходит и естественно надо за этим следить потому что это уже тирания такая общепланетарного масштаба вот этот судный день поэтому вот это совпадение и с этим крокусом 17 октября тоже что-то в этом есть как вы думаете напишите в комментариях а мы пойдем дальше по теме того что прислала мне эта женщина и по теме такой что же это за такая организация которая против вымирания якобы но все знаки у нее как раз наоборот то есть они перри перечеркивают жизнь и вроде как бы не не против умирания а за умирание планеты вот такое складывается впечатление и они вовлекают туда вовлекают туда детей людей взрослых а самое главное детей занимает их какой-то деятельностью то есть люди приходят еще и проплачивают там что-то еще какую-то благотворительность им оказывают и совершает таким образом конклюдентные действия сами не понимая за что они голосуют своим долларом и своими действиями этими фонариками вот то что они дела какие-то делают фонарики эти развешивают делают их своими руками потом участвует то есть кто-то организовывает этот ритуал люди приходят вовлекаются не понимают во что они вовлекаются зачем они это делают кто это все организовывает и там у них вопросов тоже никто не задает вот смотрите в сша вот так вот происходит там тоже спит население у нас мне кажется еще боль более менее там есть все-таки бьют в набаты отдельные люди а там вот тоже такой вот может быть и там тоже это есть трудно сказать но в целом такое же спящее население и вот я нашла что это означает группа вконтакте есть такая лого вектор и они написали про эту символику стилизованные песочные часы внутри круга обрели популярность благодаря недавним протестом но откуда они взялись контракультуры конца 1950-60 годы были обозначены символами мира пацифик у поколения восьмидесятых был свой логотип смайлик теперь мы видим движение против разрушения климата представленное символом вымирания который стал известен благодаря недавним действиям организации восстания вымирания восстание вымирания то есть на окна овертона очевидно то есть любое действие против сила действия равно силе противодействия и вместо того чтобы бороться за мир они борются против мира они борются якобы против вымирания символ вымирания то есть но очевидно символ вымирания что то что делает его успешным простота и удобство воспроизведения точно так же как пацифик или смайлик его легко произвести будь то рисунок картинка вышивка и так далее в результат его легко запомнить круг представляет собой землю стилизованные песочные часы означает что время стекает но вот у них как раз судный день время стекает это все каббалистические какие-то праздники сатанинские недавнем интервью или сианиски я не знаю там они вместе по моему все все дружат недавнем интервью автор символа художник из восточного лондона известный как и и спи говорит о предшествующем участие в британском движении против дорог против дорог я какое-то время делал акцию протеста против исчезновения отдельных видов животных сказала но это было совершенно несущественно по отношению к масштабу проблемы я постепенно осознал что проблема настолько велика что нужно что-то простое что любой может легко воспроизвести кстати других другой информации называют этого дизайнера анонимным то есть но неизвестно кто якобы то есть придумали легенду сами сочинили эту всю символику придумали легенду и придумали что якобы там был какой-то автор в начале 2011 года я случайно набросал эскизы как только я нарисовал этот знак я сразу понял что это он ей спи написал около 20 экологическим группам предлагая использовать символ только одна ответила что они будут использовать его если он станет популярным но они не будут распространять его заранее именно тогда ей спи понял что он должен был сделать это сам я начал с того что рисовал его на стене и парни стоявшие на другой стороне улицы шутили спрашивали меня ты типа бэнксли или вроде того я просто проигнорировал и продолжил потом а им стало любопытно в чем смысл знака один из них сказал крестом отмечать место и вдруг ответил нет это время уходит я обернулся и сказал да я подошел и дал им листовка разрушение окружающей среды которые распечатывал для таких случаев этот инцидент вселил меня уверенность в том что люди могут сразу понять его значение вот и вот написано целая целая легенда не спи сделал символом вымирания свободно доступным для тех ну как будто это очередная придумка очередное сочинение точно так же как вот это вот девочка там грета и и так далее с ее такими странными глазами похоже на то что у нее есть диагноз такой вот несколько ну нельзя это говорить чтобы коды youtube вам не заблокировали видео приходится говорить и зубовым языком на некоторые вещи я буду специально на этом акцентировать когда есть когда нельзя говорить называть вещи своими именами ну и вот восстание вымирания связалась и спи в семнадцатом году чтобы сделать его знак своим официальным логотипом могут сочинили вот такую историю хорошую ну и дальше казалось бы ну вот ну и все да но если мы пойдем так сказать попал глубже чуть-чуть вот не уйдем с этой страницы а немножечко дальше начнем интересоваться что же это за за знак такой и как он это все как он переводится и какая там еще может быть может быть еще там что-то скрыта и там интересные вещи открываются а вот википедия вот такое название по-английски восстание против вымирания социально-политическое движение которое использует методы ненасильственной борьбы чтобы выступать против климатических изменений потери биоразнообразие и риска социально-экологического коллапса уже уже что-то нам напоминает уже да вот тепло тепло да уже вот что-то напоминает вот это вот тема против климатических изменений мы уже где-то уже слышали такое это это вещи которые вытирают повод швабры движение было основано естественно великобритании мая тысячи 2018 года все началось с того когда ученые собрали приблизительно сотню подписи поддержку движения после этого были предприняты первые активные действия восстание против вымирания хотят получить поддержку во всем мире то есть они хотят как и вирус это вирусная такое мысли формы они хотят захватить весь мир ссылаясь на безоткладательность борьбы против климатических изменений вот мы уже по приближаемся уже мы это уже знаем поэтому наши так сказать поцелуи в плечо это и все из той же серии большое число это чтобы убрать всех животных и чтобы коровы не пукали а человек он тоже пукает как известно да значит человек он тоже самый вредитель природы соответственно надо сокращать население все же отсюда идет большое число активистов движение выразило согласие быть арестовыми оказались тюрьме подобно таких массовых арестов комитета 100 вот уже у нас хорошая интересная тема это тоже уже уже масонские дела комитет 100 в 1961 году движение используют песочные часы в круге известны как символ вымирания который служит предупреждением что многие виды живых существ находятся под угрозой исчезновения у них человек находится под угрозой исчезновения и вот что самое интересное заявленные принципы утверждает то есть они видите у них какой-то xr утверждает на своем веб-сайте объяснять декларации у нас должно быть общее видение будущего создание мира в котором смогут жить будущее поколение устанавливаем нашу миссию мобилизовывать три с половиной процента населения чтобы добиться изменения системы используя идеи вроде мы рады каждому кто активно работать чтобы создать безопасный доступный мир мы активно снижаем влияние власти и вот начинается самое интересное мы активно снижаем влияние власти разрушаем ее иерархические структуры для более равноправного участия а затем сайт разрушение государственного управления государств национальных государств мы тоже уже это где-то слышали мы избегаем обвинений и унижения мы живем в токсичной системе это не унижение не обвинение но никого из нас индивидуально не стоит винить мы не насильственные организации мы используем не насильственные стратегии и тактики как наиболее эффективный путь достижения изменений да да мы знаем точно так же разваливали советский союз не насильственным образом мы основаны на автономии и децентрализации коллективно мы создаем структуры которые нам нужны чтобы бросить вызов власти любой кто следует этим заявленным принципам и ценности может действовать от цены от имени вот этих самых x поддержка и естественно здесь вот вот та самая девушка вот та самая девушка не буду я их называть значит в россии они тут засунули свой значок где то мы им сразу говорим где то где действия во всем мире вот 15 апреля активисты захватили международный уголовный суд гааги сформировал цепочку после чего их арестовали подобные действия были организованы группами берлине и брюсселе и так далее так далее критика но не это самое главное самое интересное тут дальше есть кое в чем ну я искала еще объяснение этому и вышла на скажем такой сайт аватарки аватарки и в том числе по поводу этого знака круга и песочные часы или крест-накрест перевернутые или две буквы z z можно сказать входящие одном другую и вот они пишут круг представляет землю буквой x образующие песочные часы считается символом исчезновения его часто рисуют на зеленом фоне цвете жизни которые олицетворяет природу и окружающую среду актуальность дизайна приветливая и мягкая круглая форма символа представляющий землю контрастирует с резким и агрессивными краями треугольников образующих песочные часы это зловещая конструкция представляет собой болезнь введенную живой организм это жизнь живописное живописное описание того как изменение климата и загрязнение окружающей среды влияет и так далее но на самом деле символ именно зловещий то есть якобы вот исчезновения и вместо того чтобы жизнь утверждающие какие-то символы делать как обычно жизнь она в жизни утверждающим они делают деструктивные символы то есть именно символы апатии символы тревоги то есть то чтобы ведет к исчезновению это специально абсолютно задумано благими намерениями как говорится условно дорога в ад вот именно такими якобы в кавычках благими намерениями она туда и идет в исчезновение то есть абсолютно однозначно трактовка этого символа как негативный ну и дальше я решила проверить вот само название размещена информация об этом дизайне аварий аргент у реоргент чё я тут на скринь его вот такая штука там вышла спрашиваем что такое а вот поэтому что означает символика песочных часов оба реоргент оба возрождается дальше аргент это срочно то есть начинаем разбивать на слоге ре убираем аргент получается срочно вот еще мне вышел символ масонский символ песочные часы равны друг другу опять-таки однажды скатится последняя песчинка которая обозначит окончательность жизненного пути дальше изучаем что такое ава аватарка вот такие вещи там были на этом сайте вот такая картинка символ вымирания мы уже смотрели вот такие там пошли картинки на этом сайте вот что написано самые простые символы часто имеют самое влиятельное значение символ вымирания несомненно один из них мрачный но мощный дизайн символа вымирания нашел путь к сердца многих людей его носят как знак экологической осведомленности этот узор часто встречается в ювелирных изделиях таких как кулон и серьги брюши представьте сколько людей носит этот символ вымирания не содержится четкий мощный сигнал о том что если мы в ближайшее время не примем решительных мер то столкнемся с полным крахом нашего общества и нанесением непоправимого вреда миру то есть ношение в ушах или где-то это прям вот у нас принятие срочных мер распространение этого символ это типа принятие срочных мер ничего более глупого нельзя придумать или более зловещего или более так специально сделанного созданного управления манипуляции вот еще значит здесь по словам анонимного лондонского художника вот здесь он вот этот этот символ откуда дальше у них вот такая символика на этом же сайте вот такая и вот еще тут что прорывается по этой теме у нас по этой символике этому движение правительство должно сказать правду климатической ситуации вот правительство должно начать действовать сейчас чтобы предотвратить потери биоразнообразие уменьшить эмиссию газов к нулю до 2025 года вот у них план эмиссию газов то есть поняли и людей в том числе люди выделяют газы вместо того чтобы сажать деревья они вырубают деревья тайгу вырубают и дальше у них атака на людей то есть вид животных это они будут спасать какие-то виды животных неизвестно какие хотя не уничтожают мясо промышленную продукцию чтобы сократить население планеты они прямо не говорят что это атака на людей идет это косвенно так еще дальше в этой статье вот это я уже показывал кстати вот эти символы 17 17 видите как они любят 11 44 15 нацистские символы а 17 17 вот 17 пожалуйста 17 октября но с концерт типа памяти типа друзья в кавычках юрия шатунова который у мелочь и умер очень странно вся его смерть очень похожа на криминал и вот эти такие совпадения цифр которые есть на этом сайте и вся эта тема проходит как раз в судный день так что вот такие совпадения тот праздник который прислал женщина из сша он у них начался именно 6 октября это оказывается война судного дня 6 по 25 17 октября проходит концерт ну как бы как бы памяти хотя непонятно лучше бы занимались тем кто кто довел шатунова подбираю слова довел шатунова до скажем состояние не жития не бытия вот такие совпадения и с цифрами и с кодами так что ничего случайного нет и даже в словах шифровка есть у них все это это каббалистик у них все зашифровано в клубок с одной стороны интересно это изучать и может быть даже и полезно чтобы понимать и расшифровывать и не попадаться в ловушку конклюдентных действий не идти на поводу и прежде чем покупать билеты или или эти на какое-то мероприятие надо конечно выяснять не будет ли там каких сюрпризов вот подобного рода не пытаются ли некие ребята перевесить грехи на людей вот-вот особенно в такие совпадения в такие дни надеюсь вам была эта информация полезной подписывайтесь на все мои каналы с вами была галина кунышева всех вам благ до свидания на все непонятные вещи ставьте свое вето вы как люди истотного народа имеете эту силу особенно если вы сами не причиняли умышленного вреда умышленного вреда своим собратьям но вообще миру поэтому все получится не такие уж мы и беспомощные